Более семисотен школьников раньше занимались в этом крохотном спортивном зале. Три часа физкультуры в неделю у каждого из 27 классов, сверхпредельная нагрузка для помещения и, конечно, неудобство для детей и педагогов. В прошлом году учебное заведение стало пилотной площадкой для проекта «Самбо в школы». Новый спортивный комплекс был просто необходим. На строительство объекта выделено более 12 миллионов рублей из местного и краевого бюджетов. Подрядчик уже приступил к работам. Подготовительный этап позади. Идет закладка фундамента. Грунт нормальный, несущие способности. Грунта высокие. Скала, в основном скала такая, прочный грунт. Здание легкое. Металлоконструкции несущие из металлоконструкции, а обшиваются стены перекрытия из сэндвич-панелей утепленных. Так что здание будет легкое. Закладка фундамента 30% всей работы. Уже завтра начнется бетонирование. Дальше стандартные строительные работы и отделка. А пробовать новый спорткомплекс станичные ребята смогут уже в декабре. Так что с нового года школа в прямом смысле заживет новой жизнью. У нас на сегодняшний день работают секции «Самбо в школу», «Шахматы в школу». А также, опять же, осталось по 3 часа физкультуры в каждом классе. Сама общеобразовательная программа по физкультуре очень обширная. Там есть игровая часть, теоретическая часть, спортивная. Там на самом деле очень много всего. И вот эти все секции, то есть если раньше мы не могли себе позволить баскетбол, волейбол, то есть мы могли себе позволить только мини-футбол на площадке, и то только в недождливое время, потому что площадка открытая, то сейчас все эти виды мы вернем, и уже программа пойдет, реализация общеобразовательной программы по физкультуре пойдет так, как она положена по плату. В смету включено и благоустройство школьной территории. Вокруг спортивного зала разобьют клумбы, высадят деревья и уложат тротуарную плитку. Ольга Родина, Ксения Сепко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.